всем добрый день продолжаем продолжаем наш поход продолжаем наши семинары сегодня поговорим о принципах построения силовой тренировки я очень простой эффективной и хорошей программе мне очень нравится буду ее всячески рекламировать программе построения силового тренинга на мой взгляд она очень удобна в использовании позволяет сделать работу максимально эффективно и полезно с аксиом начнем силовой тренинг сейчас является обязательной частью подготовки спортсменов любого профиля я думаю что мы уже прошли тот период когда тренеры по баскетболу считали что штанга и прочее отягощение вредят игре если в фильме движение вверх еще немножко показались силовых тренировок было бы совсем хорошо заслуженно очень популярный в любом случае я думаю что дискутировать на эту тему уже бессмысленно жизнь давно доказала очевидность этих вещей и без силового тренинга подготовить полноценного спортсмена любого профиля в том числе и баскетболиста невозможно ну и то что занятия с отягощениями не делают спортсмена медленным закрепощенным не координированным тоже тому масса примеров мне нравится эта фотография в середине 90-х годов русскоязычного менеджера который работал тогда в Миннесуте спрашивали почему Андрей Фетисов наша звезда не играет в НБА он сказал что на этой позиции в НБА играет например Карл Малон если Фетисов упадет на стол ему будет больно а если Малон упадет на стол стол сломается то есть я не могу сказать что сейчас в баскетбол играют в основном бодибилдеры или тяжелоатлеты но то что определенный уровень физической подготовленности необходим иначе какой бы ты не был техничный и подвижный тебя просто затопчут ну это по моему очевидно и из этого и будем исходить это наверное менее известные факты современная жизнь и особенности нагрузки в современном мире вообще и в баскетболе в частности приводят к тому что нагрузка на опорно-двигательный аппарат вложится неравномерно и у спортсмена накапливаются определенные дисбалансы часть отдельные структуры перегружаются отдельные остаются не востребованными и самый эффективный способ исправить это это силовые упражнения правильно подобранные направленные на то чтобы компенсировать эти дисбалансы это первое и второе что самый эффективный способ переобучение центральной нервной системы это упражнение с отягощением в конце концов любые тренировки любые упражнения конечным своим местом приложения имеют центральную нервную систему мы всегда занимаемся переобучением или дополнительным обучением и самый эффективный инструмент в этом является пользовательство я не напомнил в начале все как обычно вопросы, пожелания, реплики из зала приветствуются пожертвования автору последняя шутка про вопросы можно всегда по ходу задавать так будет даже интереснее итак, зачем нужен после всего сказанного зачем нужна силовая работа первая, главная и первая, вторая и третья цель работы баскетболиста или любого игровика любого спортсмена в тренажерном зале это профилактика травм снижение риска получения травм и эта задача, на мой взгляд делает бессмысленная дискуссия о том, надо ли ходить в тренажерном зале можно не ходить но тогда все повреждения ну практически все все, по крайней мере бесконтактные повреждения на совести того, кто так решил можете взять на себя такую ответственность берите нет, есть хороший способ регулярно заниматься стягощениями и риск получения бесконтактных повреждений при этом гарантированно будет ниже при правильно построенных занятиях и регулярном их выполнении и уже не на втором и даже не на третьем месте это развитие каких-то физических качеств силы, скорости, мощности и занятия с тягощениями выполняемые с правильной техникой в полную амплитуду способствуют развитию и гибкости и подвижности ну и улучшение физической формы то есть кондиции над этим тоже можно работать с помощью силовых упражнений особенности силового тренинга именно в баскетболе занятия в тренажерном зале баскетболе носят прикладной характер мы не ставим целью воспитать бодибилдеров культуристов или пауэрлифтеров наша цель простая и понятная чтобы после занятий силовыми упражнениями баскетболист лучше играл в баскетбол из этого вытекает несколько соответствующих выводов вес поднимаемый спортсменом в тренажерном зале это не цель это средство то есть средство которым мы решаем главную задачу поэтому не вес является главным показателем вторая особенность это то что время всегда ограничено и кроме тренировок силовых надо еще иногда в баскетбол играть если что и немножко тренироваться то есть времени всегда мало а сделать надо всегда много из этого вытекает следующий вывод что занятия должны решать много проблем в единицу времени то есть одно упражнение оптимальное должно сразу несколько вопросов закрывать и подбор упражнений идет именно по этому по этому признаку решать несколько проблем одновременно то есть работать над разными тренировок еще одна особенность то что уровень нагрузки в тренажерном зале сильно зависит от того что вы делаете в зале баскетболе если вы находитесь на сборах и у вас тяжелые баскетбольные тренировки с большим количеством перемещений рывков это безусловно накладывает отпечаток на то что можно делать в это же время в тренажерном зале то есть нагрузка всегда должна согласовываться с тем что делается в зале хороший пример вот летом во время подготовки молодежной сборной по мере того как мы приближались к чемпионату Европы и на тренировках баскетбольных начинали больше бегать больше перемещаться была больше нагрузка работа в зале сокращалась и по времени и по объему то есть тренировки были короче и интенсивнее это нормальный подход на мой взгляд обосновок особенности периодизации в баскетболе очень короткий межсезонный период в лучшем случае 2-3 месяца и очень длительный период игровой развивать физические качества можно именно ну в основном в межсезонный период но это не значит что во все время игрового сезона надо прекратить работать в зале работать надо продолжать но цели несколько меняются то есть там цель не развития не столько развития физических качеств сколько их поддержания и направленность работы на профилактику травм это первое и второе восстановление после вот специфических нагрузок восстановление после специфических нагрузок силовой работе тоже имеет очень большое значение силовая работа потому что это что-то другое отлично для того что делает из зала итак в предсезонной подготовке должен закладываться физический фундамент на сезон ну отдыхать профессиональный спортсмен должен максимум 2 недели будет ну 4 это уже перебор 3 все остальное время он должен с собой работать ранее межсезонье это отличный период для того чтобы сделать то чем на что не хватает время в сезон вот здесь могут быть сплиты увеличение силовых показателей развития качеств то есть целенаправленная планомерная работа чем ближе к соревнованиям тем меньше на это времени и цели смещаются и становятся несколько другими это не значит что нельзя ну что надо прекратить эту работу мы ее продолжаем но надеяться на прирост силовых показателей в ходе сезона когда у вас две игры в неделю с переездами это не научная фантастика тут продержаться бы и дожить до конца сезона с минимумом последствий итак нужна ли система ну наверное существуют тренеры которые могут работать спонтанно вот настолько развита интуиция что можно прийти в зал и сказать вот хочу сегодня это и каждый раз попадать в точку ну я думаю что таких немного если у вас есть система построения простая и понятная это позволяет не шарахаться из стороны в сторону это первое второе можно сравнить программу которую вам предлагают сторонние тренеры по ФП приходит тренер и говорит давайте сделаем вот это вы открываете программу знаете что это означает буквы которые там написаны анализируете эту программу и говорите вот этого много а этого мало или наоборот то есть позволяет оценить эффективность и сбалансированность любой системы и увидеть общие моменты в любых программах также система должна быть открыта и позволяет меняться в зависимости от развития итак что нам нужно безопасная обоснованная доступная экономичная и простая система вот вот эти ребята предложили явную руку к их созданию поэтому будем на них ссылаться этого человека зовут Ли Шулер и это Элвин Костгроун наверное так пишется в русском их книги совместные по этому они тут вместе называются новые правила лифтинга или новые правила книжки потом будут Майк Бойл наверное я на каждом семинаре упоминаю его и еще раз буду потому что он того стоит и Дмитрий Смирнов на мой взгляд самый ну разумный русскоязычный автор который может изложить свои мысли внятно он пауэрлифтер и его взгляд конечно не такой как хотелось бы тренером Агравикан но у него очень много разумного распоряжения можно пропустить вот так выглядят книги если понадобится если увидите надо сразу брать в этом место это те книги которые есть на английском вверху книги Бойла первая книга она достаточно старая и уже больше десяти лет называется функциональный тренинг в спорте вторая продвинутый функциональный тренинг и это новый функциональный тренинг с названием не особо оборачивается ну понятно это развитие некоторые вещи поменялись в принципиальных вещах осталось одинаково и это книги Шулера и Куздро новые правила лифтинга есть отдельно для женщин есть для кора тоже книга и вот последняя книга называется фитнес для умных это книга смирнова она понятно есть в свободном доступе вот эти книги есть в свободном переводе на торрентах если кто подзывается поищите они там есть качество перевода так себе но в общем для общего ознакомления вполне достаточно итак барабанная дробь представляем то что я вам хочу рассказать представляет собой некую компиляцию и у Шулера и Куздро от книги к книге некоторые вещи меняются то есть их понимание развивается и некоторые вещи ну немножко отличаются в следующих книгах ну собственно для этого и пишутся следующие издания чтобы что-то утрясается что-то отбрасывается в общем это наша нынешняя версия того как мы все это понимаем базовый принцип мы не тренируем группы мышц вот этот подход бицепс-трицепс дельты грудь спина он он хорошо работал в 70-е годы для подготовки бодибилдеров к соревнованиям для игровиков он не подходит простой пример если строить тренировку по тем лекалам бодибилдерским получится что мы сжимовых движений делаем больше потому что и грудь и трицепс дельты это движения похожие на жимы движения тяговых мы делаем меньше это первое то есть тренировка получается несбалансированная второе что по такой классификации мышцы ног и например дельтовидная мышца имеют приблизительно равнозначную роль то есть им выделяется почти одно и то же время по объему это примерно как один к десяти отличаются для баскетболиста такой отход не прием гораздо проще строить тренировку пути по движению когда строишь тренировку пути по движению легче проанализировать ее на принцип сбалансированности то есть движения должны в противоположной направленности должны уравновешивать друг друга если нет то мы провоцируем смещение в какую-то из сторон то есть раскачиваем лодку хорошего ничего из этого не получается и третий принцип это минимум тренажерных устройств ну насколько я помню может последние изменения были на баскетбольной площадке тренажеров пока не предусмотрели никаких новых правил не было поэтому и упражнения с отягощением строятся примерно по этому принципу единственное за что вы можете зацепиться это пол то есть свободные веса и комплексные упражнения направленные на все тело по возможности задействующие как можно больше мышечных кров логика простая изолированные упражнения на сложных тренажерных устройствах нужны для того чтобы целенаправленно работать над какой-то частью тела для баскетбола неважно насколько у тебя выражен передний кучок дельтовидной мышцы важно то насколько ты быстро можешь сделать форсированный выпад перевести мяч и ускориться и выпрыгнуть на кольцо итак упражнения подбираются по типу движения и по плоскостям движения нагрузка должна быть сбалансированная мы не делим тело на составные части то есть в идеале каждая тренировка включает упражнения на все тело единственное исключение во время сборов когда у вас много силовых тренировок раннее межсезонье у вас там 4-5 силовых тренировок в день тогда целесообразно вот если тренировки идут сегодня-завтра повторяются сделать там низ в один день вверх в другой это нормально это если это 2-3 тренировки в неделю каждый раз фу-бади просто с разным с разным наполнением исходное положение по умолчанию выбирается стоя вот в последнее время мы даже перестали делать жим гантелей сидя потому что жим гантелей стоя по ощущениям ну во-первых легче научить во-вторых легче контролировать и это более функциональное положение опять-таки сидя играют за площадкой на площадке в основном находится надо напоминать оси и плоскость надо плоскостей три самые вопросы обычно называются сагитальные 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 плоскость делят тело на левую и правую половину есть фронтальная плоскость которая делит тело на переднюю и заднюю часть и горизонтальная которая делит тело на верх и низ все мы построили раз два и три в трех плоскостях выполняются движения так это моя моя классификация приблизительно делим это так есть силовой тренинг базового уровня которым должны заниматься тренеры команд до определенного возраста кроме вас некому это сделать в некоторых продвинутых школах есть тренер КОФП но он все равно не может охватить всех в должной мере поэтому все равно надо заниматься тренером это базовый уровень есть продвинутый уровень когда у вас в команде появляется специально подготовленный человек который занимается физической подготовкой либо по рекомендации кого-то из физиотерапевта на базовом уровне надо типов движений всего 4 я думаю, что запомнить 4 движения очень несложно чем мне нравится эта система абсолютной простотой поэтому на каждой тренировке надо наклоняться, приседать, сжать и тянуть соответственно и типы движений такие все, что похоже на наклон все, что похоже на приседания это для нижней части тела для верхней части тела движение от себя называется жим движение к себе называется тяга и принцип очень простой на один наклон надо сделать одно приседание вообще наоборот, но в принципе на каждое приседание надо сделать дяну точно так же на каждый жим надо сделать тяну тогда тренировка будет сбалансированная и дисбалансовый по крайней мере не усугубительный в качестве примера приведу избыточное количество отжиманий чем тренер наказывает отжимания пол есть в каждом зале перекладины или троиксов нет отжимания и так перегружают переднюю часть корпуса как проводят время наши спортсмены между тренировками приблизительно так же они куда-то смотрят на светящийся экран на телефон то есть он все время горбатый и отжимания еще и усугубляют этот патент по умолчанию количество тяг подтягиваний и упражнений разворачивающих плечи должно быть больше вот с ними перегрузить подтягиваниями гораздо сложнее чем отжимания это же касается наклонов и приседаний баскетбол это всегда полуприседы остановки, стопорящий шаг все что нагружает переднюю поверхность ноги и переднюю поверхность коленного сустава поэтому чем больше будет упражнений обратного свойства тем будут более сбалансированные тела спортсменов и лучше подготовлены к баскетбольным нагрузкам условно говоря чем больше будет таких упражнений тем лучше они у вас будут играть после полуприседы усложняем систему это было бы совсем просто наклоны и приседания могут выполняться на двух ногах и на одной ноге то есть они по прежнему остаются наклонами и приседания но и то и другое может выполняться в опоре на две ноги и в опоре на одну ногу с приседанием то же самое тяги и жимы делятся по плоскостям движения движение от себя мы запомнили что он называется жим если оно выполняется вверх то это вертикальный жим если оно направляется от себя по горизонтали то это горизонтальный жим точно так же и тяги горизонтальная тяга и вертикальная тяга по предыдущему вопросу есть? давайте это облечем в форму упражнений классический пример наклона на двух ногах это становая тяга и все ее друзья что бы в руках не было что бы не использовалось в качестве отягощения наклон на одной ноге это то упражнение которое мы называем журавлик я наверное уже про... нет не было семинара где журавлик не упоминаться это и есть сингл лэк дэд лифт или наклон на одной ноге приседания на двух ногах мы возьмем в качестве примера минар гоблин приседания с отягощением не важно приседания есть приседания приседания на одной ноге в классическом виде есть приседания на одной ноге если вторая нога находится на опоре сплит приседание а в сплит положении одна нога впереди, другая сзади это рекомендуемый вариант вертикальная тяга это подтягивание Горизонтальная тяга, тяга гантели в наклоне Движение отягощения перпендикулярно телу Вертикальный жим, это жим или гантели, или гири вверх Или мяча наберного, неважно, движение при этом не меняется Горизонтальный жим 99% сказали бы жим лежа Я из чувства противоречия назову отжимание Именно потому что отжимание, руководствуясь принципами, которые мы вначале озвучили Это более функциональное ображение Отжимание, в отличие от жима лежа, это горизонтальная планка Кроме тренировки собственного жимового паттерна, тренируют еще мышцы кора Что никогда не является бесполезным Резюмируем Четыре основных движения Наклон, приседания, тяга и жим Наклоны, приседания делаются на двух ногах и на одной ноге Это дает нам Четыре движения для нижней части тела Тяга и жим делаются вертикальной и горизонтальной плотности Вертикальный жим, вертикальная тяга, горизонтальный жим, горизонтальная тяга Теперь немножко о продвинутом уровне Достаточно ли этого? Вот если это делается регулярно до 16 лет Вам не нужны никакие дополнительные проживания Вот никакие Этого вполне достаточно до определенного этапа Пока на ваших тренировках не появляется специально обученный человек Тогда он может добавить чего-нибудь солененького, новенького или интересненького Что обычно, ну, что желательно, чем дополнять этого баскетболиста Первое, это взрывные упражнения, плеометрические То, что развивает взрывную скорость До 14 лет бессмысленно развивать это качество Пока силы в ногах не появилось, взрыва там не будет То есть он прыгает за счет других качеств Мощность это сила, умноженная на скорость Вот без силы развивать, ну, мощность бессмысленно До определенного этапа идет развитие за счет сил Когда, почему, так Плеометрические упражнения, выполняемые быстро, требуют, ну, серьезной коррекции коучинга То есть они их надо выполнять в правильной технике, как, собственно, и все остальное Но им легче повредиться Вот Поэтому все плеометрические упражнения выполняются в первую часть тренировки Пока мозги у спортсмена свежие, он может воспринимать информацию И второе, это то, что желает моих делать, по крайней мере, начинать делать С специально обученным человеком Ладно, по плеометрии будет отдельный семинар, поэтому поговорим подробно там Потому что запомните, что все прыжковые взрывные упражнения реактивные делаются в первую часть тренировки Это стандартная ошибка, которую, ну вот, мы боремся с ней регулярно, но все равно Периодически кто-то, приседав со штангой и отбегав в баскетбольную тренировку, потом приходит и начинает прыгать либо через скамейку Это методически неправильно Что еще может понадобиться? Дополнительное упражнение на кор Да, вот любимые планки, которые, еще раз объясняю, обращая внимание, что, на мой взгляд, это нужно дополнительно тренировать кор Нужно тогда, когда вы уже все сделали на базовом уровне, и вам там стало неинтересно То есть надо просить какое-то... Это ни один, ни два, ни три года планомерной работы Правильно, в хорошей технике выполненный журавлик Это очень хорошая планка Причем трехплоскостная Во всех трехплоскостях работают при этом стабилизатор Поэтому обычная планка, пока журавлика с отягощением научилась выполнять, не понадобится Сюда же относятся и всякие корригирующие упражнения, которые добавляются в тренировку по мере накопления у человека, у спортсмена повреждений и разных особенностей В последствии травм, это опять-таки вопрос базового уровня Возвращаемся к напечатанному Восемь базовых движений, каждое выполняется в двух... Ну, четыре базовых движения, а каждое выполняется в двух вариантах Это дает нам восемь основных упражнений Вот так это выглядит на картинках Наклон на двух ногах, наклон на одной ноге Приседания на двух ногах, приседания на одной ноге Вертикальная тяга, горизонтальная тяга, вертикальный жим и горизонтальный жим Чтобы визуализировать то, что я до сих пор пытался говорить Как из этого сделать тренировку? Ну, на самом деле, все очень просто Самый полный... А, по времени Первый ключевой момент Это времени, сколько у вас есть Если у вас есть час времени Вы вполне успеете сделать все эти движения в одну тренировку В трех рабочих подходах Вот 10-15 повторений, это вполне укладывается в час времени Если у вас нет часа времени Ну, в 20 минут можно включить две пары упражнений То есть будет четыре упражнения Этого тоже достаточно, это гораздо лучше, чем ничего Если это делать регулярно, то есть 20 минут с интервалом Хотя бы через день не будем делать Совсем в этот... Мечтателя превращаться Через день по 20 минут, это тоже очень хорошо Итак В каждой тренировке должны быть упражнения на все тело Комплексное упражнение Исходное положение стоя Мы выбираем либо по одному Либо по два упражнения из каждого основного блока Это дает нам от четырех до восьми упражнений всего Определяем упражнения, чтобы не запутаться В пары По принципу противоположности То есть на каждую тягу делаем один джим Просто, эффективно И это дает уверенность, что мы точно не сделаем плохо Времени для этого надо Двадцати до шестидесяти минут Как часто? В сезоне минимум один-два раза в неделю Один цифра это просто для того, чтобы она была То есть два раза в неделю в сезоне В сезоне все равно должна быть целовая работа В предсезонке ее может быть больше Как это делается? Вот берете заготовку И если это полный вариант Вы делаете по каждому упражнению Из каждой группы движений Все очень просто Если у вас меньше времени Например, двадцать минут И вы все равно ходите Тогда у вас появляется что-то типа Тренировки А и тренировки Б Но это не сплит Просто разные виды тренировок Построенных по одному принципу Например, вы делаете сегодня Наклон на одной ноге А приседания на двух Тягу делаете вертикальную Подтягивание И горизонтальный жим Отжимание Что у нас получается? Мы сделали Один наклон, одно приседание Один жим, одну тягу То есть тренировка сбалансирована То же самое по плоскостям Мы сделали упражнение на одной ноге Упражнение на двух ногах То есть закрыли оба паттерна В тягах мы сделали Движение в вертикальной плоскости Движение в горизонтальной плоскости Опять-таки оба момента закрыли На следующий день, на следующей тренировке Мы делаем наоборот То есть наклон на двух ногах Становую тягу Приседания на одной ноге Тягу горизонтальную Бежим вертикальную Все Промежуточный вариант Это если Времени не 20 И не 60 А где-то 40 То есть Вы можете вложить 6 упражнений Вы можете сделать Такой день Ноги плюс Больше упражнений на нижнюю часть тела Но и не забудь при этом про верхнюю Вы выполняете все 4 упражнения Для нижней части тела Для верхней Берете один Вжим Одно подтягивание Классическая пара Подтягивания и отжимания Они очень хорошо сочетаются На следующий день Другой принцип Вы ставите все 4 упражнения На верх тела И два на низ Опять-таки По диагоналии То есть на двух И на одной ноге В чем преимущество такого подхода Вы каждый раз Знаете, что Вы можете спокойно двигаться дальше Потому что Вы сделали все Если вы там делаете Сегодня Грудь, спину Завтра Бицепс, трицепс, плечи Потом Ноги По любому другому сплиту Вот сделали вы грудь, спину На следующий день Заболел живот Да Ну кто-то куда-то не пришел Или у вас тренировка По каким-то причинам Отменилось Что делать дальше Продолжать Тогда вы опять К груди Ну, к первой тренировке Вернетесь там Не через неделю Как минимальный срок А через две То есть это Каждый Вот форс-мажор Ломает систему И не позволяет Двигаться дальше Строя тренировку Вот так Сбалансировано То есть у вас каждая Следующая тренировка Продолжение предыдущего Вы планомерно Методично Развиваете Главные Физические Качества Ну, основные И основные Паттерны движений Не шарахаясь Стороной в сторону И Ничего не пропускают Если у вас Тренировка Организуется По Таким принципам Это Освобождает Время Для Непосредственно Того Чем должен заниматься Тренер В то время Как его игроки Выполняют Свои упражнения Да Для коучинга Что-то надо поправить Что-то повернуть На что-то больше Обратить внимание То есть Если тренировка Структурирована Легче Выделить то упражнение На которое Вот сегодня Будем поправлять Да Вот сегодня мы Все внимание направляем На наклон На одной ноге Здесь основная работа Остальная работа Все равно При этом ведется В следующий раз Можно Другому упражнению Уделить внимание Так Работать гораздо легче И проще Вот При такой организации Процесса в зале Вы ничего не упустите И при этом Никто не уронит Свою штангу на голову Не получится Кратно Это же позволяет Сделать тренировку Максимально разнообразной Звучит наверное странно Да? При том что каждый раз Мы вроде бы делаем То же самое Но в ходе дальнейших семинаров Когда мы будем Каждое движение Разбирать Мы договоримся Мы договоримся Что каждое упражнение Можно делать В десяти разных вариантах И можно построить тренировки Таким образом Что не будет ни одной похожей Никаких проблем Ну столько Просто математически Столько Возможных вариантов При этом Вы каждый раз Работаете над Нужными Патерными движениями То есть Двигаетесь Вперед Не Вызываете Чувство Сонливости У своих Спортсменов И Выглядите Все время Прогрессивным И Находящимся В тренировке Плюс Такие тренировки Требуют Минимальное Дополнительное Оборудование То есть Их можно проводить В любом месте Куда бы Вы не приехали И Где бы Вы не Находились То есть Минимальный Набор Оборудования Позволяет Полномерно И полноценно Развивать Основные Качества В любых условиях То есть Куда бы Вы не переезжали Процесс тренировочный Может по мне Не прерываться Это очень удобно И Вы не зависите От того Куда Вы попадаете В любом зале В самом Вот Есть Штанга С небольшим набором Как правило Есть Перекладина И есть что-то Из свободных Отягощений Старая ржавая Гантеля Ну или гиря Под столом У тренера Обычно Это очень Хороший Набор Этого вполне Достаточно Для всего Остального Резинки И ТРХ Можно Сложить в сумку И возить с собой Резюмирую Силовые тренировки Являются Обязательной частью Подготовки Любого спортсмена Используя Принцип Построение Силовой Тренировки По типам Движения И по Плоскостям Позволяет Сделать Силовую Подготовку Сбалансированной Безопасной Эффективной Это В качестве Напоминания Дальше Рассказывать Что-то Бессмысленно Дальше Надо Все это Попробовать И именно Этим Я призываю Вас В дальнейшем Заниматься Это Товарищ По имени Конфуций Я услышал И забыл Увидел И запомнил Сделал И понял Чтобы понять Особенности Выполнения Каждого Движения Их надо Попробовать На себе Без этого Разговор Будет Бессмысленный Ну Не бессмысленный Но Очень большая Часть Информации Теряется Некоторые Движения Надо Ощутить Своим Тилом И тогда Станет понятно Где будут Сложности Как их Исправить Как их Обойти Поэтому Наличие Спортивной Формы И активная Жизненная Позиция На следующих Семинарах Сильно Журавлика По крайней мере Точно Вопросы Вопросы Когда следующее Семина Через Через 2 недели 21 февраля Не видно Вообще Я думал Вот тебе Вот такая реакция Что-то вроде Вот теперь Все понятно Ну Мне кажется Что легче Вот Чтобы разобраться Во всем количестве Упражнений Которые есть В интернете Все равно Что нужно Какое-то Это позволяет Сделать Это просто Вы видите Упражнение И понимаете Куда его Можно Взяли 10 понравившихся Раскидали И посмотрели Что у вас Получается Если у вас 5 Сжимовых упражнений В тренировке То понятно Что плечи Потом будут болеть Может быть не сейчас Может быть через какое-то время Но Мы же работаем Долгосрочную перспективу Ну или нет Вот Поэтому Есть лекала Посмотрели Как это Не знаете Как сделать Вот открыли шаблон И взяли Простые схемы Мы специально Ну вот Проводим Такие тренировки Вот уже Больше месяца Люди Даже Которые Ну первый раз Сталкиваются Вот с такими Которые В принципе Не представляли Что они могут Приседать На одной ноге Две-три тренировки И вопросов Практически нет То есть Все остальное Делается Без всяких Без всяких вопросов Есть вещи Которые иногда Можно там Поправлять В зависимости от Особенности Но Любой Здоровый человек Может освоить Этот набор Движений И делать его С большим удовольствием Без большой пользы Не родились вопросы? Дети подошли и сказали Что Александр Валерьевич Да Очень тяжелый Раньше Было легче Приседание Да Именно поэтому было легче Речь идет Чтобы было понятно О чем Мы Упражнение Мы поменяли Степап Зашагивание На скамейку На Приседание С ногой На опоре В чем Плохо Степап Я покажу Подъем Его Очень легко Превратить В прыжки На Опорной Ноге Получается Что-то типа Оп Оно Перестает быть силовым Плюс Оно все время Вы прыгаете На этой ноге Прыгать В качестве Работы Над Кондициями Это такая Не очень хорошая То есть и так На игре прыгает На тренировке прыгает И потом еще В силовую работу Тоже прыгает У кого Стопа слабая Она быстро скажет Что ему не хочется прыгать И он начнет Искать каких-то движений Опираться На руки То есть Как в групповом сексе Больше возможности Сочкануть Если вы приседаете С ногой На опоре То тут Ну деться фактически Некуда Единственный Вариант Не присесть Ну Максимально глубоко Да Ну Это легко контролируется Даже если у вас 10 человек стоит Вы говорите Допускаемся до касания Поднимаемся вверх Деться некуда Приходится отрабатывать Поэтому Нет Но В плане Плюс А плюсы Все те же То есть Это одноногое упражнение Выполняемое В контролируемой Манере Которое Хорошо тренирует Все мышцы Ну все вместе Да Это плюс Это ж Если не это Начало Отталкивания Прыжка Ну покажите Другой Это ли не цель Всем желанная Спасибо Есть еще Вопросы Выключаем Трансляцию Мы можем выключить Трансляцию И тогда появятся Вопросы Трансляция Трансляция Трансляция